МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это суть дела. Каждый из нас наверняка помнит свою жизнь до этого глобального несчастья. Мы проклинали суматоху Будин. Кто-то не успевал выспаться, кто-то не мог уделить времени детям, кто-то собирался начать английский со следующей недели, а кто-то даже бегать по утрам с понедельника. Великий мастер парадоксов Оскар Уальд говорил, что в жизни возможны только две трагедии. Первая – получить то, о чем мечтаешь, а вторая – не получить. С нами, похоже, приключилась первая история. Мы все мечтали получить много свободного времени, и наша мечта сбылась. И теперь только от нас зависит, чтобы она не превратилась в трагедию. Свободного времени у большинства из нас теперь много. Но в нагрузку к своей мечте мы получили два обременения – изоляцию и финансовую проблему. Вот вчера мы говорили о тяготах изоляции, а сегодня поговорим о финансах. Многие из предпринимателей в эти тяжелые дни лишились части, а кое-кто и всего своего привычного дохода. Что делать в этой ситуации? Во-первых, ограничить платежи. Прежде чем заплатить по всем видам кредитов, налоги, арендную плату, за жилищно-коммунальные услуги и прочее, внимательно изучите ситуацию. Я имею в виду возможность воспользоваться новыми льготами, введенными правительством в связи с пандемией. Если какой-то из привычных платежей может быть отсрочен или уменьшен, смело пользуйтесь этой возможностью, даже если у вас еще пока есть деньги на оплату. Потому что неизвестно, как долго продлится режим самоизоляции, и непонятно, сколько времени вам понадобится для того, чтобы снова встать на ноги. Второе. Если вы не предприниматель, а наемный работник, и ваш работодатель предлагает вам отпуск за свой счет, вам нужно решить, как быть в этой ситуации. Варианты есть. От джентльменского соглашения с работодателем, а оно весьма индивидуально и зависит от ваших с ним отношений и трезвой оценки состояния его бизнеса до жесткой конфронтации с ним. Если вы уверены в порядочности вашего работодателя и не хотите разрушить его бизнес, стоит попытаться договориться с ним и пойти на сделку. Возьмите отпуск за свой счет, но может быть с какой-то компенсацией, чтобы выжить самому. Если нет, есть другой путь. Это государственная инспекция труда. Она может помочь вам, принудив вашего работодателя, исполнять указ президента. При этом надо иметь в виду, что выполнение ваших законных требований может уничтожить бизнес вашего работодателя. И вы уже не сможете вернуться на свое старое место работы. Его просто не будет. Третье. Если ваш бизнес перестал приносить доходы, ну, по понятным причинам, надо подумать над тем, как выжить в эпоху пандемии. Надо исходить из того, что рынок кардинально изменился. Изучите его так, как будто все ваши знания о рынке до этого испарились из вашей головы. Взгляните вокруг свежим взглядом. Подумайте, на какие товары и услуги есть спрос именно сегодня. Все сидят по домам. Значит, первое, что приходит в голову – доставка. Готовая еда, продукты, средства дезинфекции и так далее. Ну, не буду диктовать вам бизнес-план ограничивать свободу вашего творчества. Но помните, рынок будет меняться стремительно. Закончится режим самоизоляции, и он опять изменится. Поэтому вкладываться в новый придуманный вами бизнес надо крайне осторожно. Условно говоря, вот сшили вы 100 тысяч санитарных масок, а эпидемия побеждена. Ну и куда вы со своими масками? Надо готовиться к рынку более бедному, чем был. Более переменчивому и менее разнообразному. Надо подготовиться к тому, что все начинается сначала. Обнуляется одним словом. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе.